ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо, Юра. Можешь помочь? Да ну, не смеши. С одним судимым гопником я уж как-нибудь справлюсь. Просто не хочу, чтобы Машка психовала. Она и так целый день между работой и детьми, а тут еще этот урод. Ну смотри, если что, звони. Сами себе не поможем, никто не поможет. Это да. Давай. Иди в квартиру. Семи утра такое. Девочки не могут уснуть. У них же контрольное завтра. Я хотела туда постучать, они начали орать, я испугалась. Ты все правильно сделал. Иди в квартиру. Сейчас все решим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, сосед, здорово. А мы тут отдыхаем. Ты на время смотрел, друженик. А че? Моя квартира, имею право. А че, у тебя ордер есть, да? Ордер, да. Ордер у меня всегда с собой. Да! Слушай, у меня внимательность. Самозвален я. Если ты забыл, что вышел условно, то я тебе напомню. Да. Еще раз пасти раскроешь, поедешь досиживать, ясно? Я не слышу! Да ясно, ясно! Дочка твоя где? Гулять. Ты на часы смотрела? Гуляет! Марш за ней! Через полчаса приду, проверю. Сейчас, ага, полежала уже. И пятки засверкаем. Че такое, а? От гнида. Прячется. У меня и так два привода. А ты иди в ментовку и напиши на него заяву. А че? Сейчас он каждый день по телеку показывает. Там менты кого-то прищебли, там что-то сперли. А мы скажем, что он к нашей Цанике приставал. Да ладно. Че, я подтвержу? Слушай, у тебя мозги, оказывается, работают. Да? Да ты иди, иди за ней. Иди. Да. И пивка возьми, да, заодно. А то из-за этого козла все пролили. Геннадий Денисович, уволен, но при всем уважении. Погоди, Андрей, погоди. Ты подумай. У меня нормальных людей раз-два я пчелся. Либо клерки, которые еще при латуне не сидели, либо молодняк. А у тебя опыт, стаж. У меня единственный отдел на все руки, это Зайнулинский. Иван сегодня поехали брать взяточника, а не отдел особых операций. Им разработками заниматься надо, а не бабки рубить. Ну, у тебя опыт, стаж. А на отдел заявления граждан не поставишь молодого, даже очень талантливого. Там жизнь понимать надо. Да понимаю я все. Да я уж лучше старшим вожняком в розыске досижу. Не мое это, прости. Угу. Оно все ничье. Это мы только за стаканом можем разглагольствовать. Куда катимся и во что превращается милиция. А как дело доходит, фу, гестапо. Хорошо, если мы гестапо, то взяточники кто? Партизаны? Может им еще памятники ставить? Орденами награждать. А, кстати, и награждают. Вон, фильмы про них снимают. Знаешь, все хотят, чтобы милиция была чистая, а руки никто марать не хочет. Извини, накипело. Все, пока. Извини, Геннадий Денисович, ты же понимаешь, у нас в полиции всегда так. Традиции. Угу, угу. Традиции. Лучше бы вы традиции завели, бабок не брать. Рустем, как дела? Да, в процессе. Готовимся к передаче бабок. Перезвоню. Но вы уверены, что вы сможете отпустить Володю? Если бы это не зависело от меня, я бы сейчас тут с вами не разговаривал. С потерпевшими я решу, от разбой уйдем. Максимум, что будет хулиганство. Ну, это, сами понимаете, совсем другие санкции. Да. Может, вообще удастся дело прекратить. Но решать, конечно, вам. Если не хотите, я пошел. Нет, нет, нет. Я согласна. Уберите. Бросьте в урну, уходите. В урну? В урну. А когда Володя отпустят? Мы же с вами договорились. Я вам все скажу. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Извините. Что? Что-то не так? Фальшивое? Да нет, настоящее. Посмотрите сами. Жадный ты, Гранин. Все давно с адвокатами работают, а ты один. Боишься делиться? Руки. И не забудьте купюру изъять из кассы. Детективы. Ну, что ты такой баука весь весишь? Что-то случилось? Да все нормально. Дел кучу, устал. Ну, давай тогда ко мне поедем. Я тебя расслаблю. Лучше ко мне. Только я здесь Рыжика не оставлю. Так что за мной. Давай. Да тебя первый ДПСник остановит. Не подумает. Ну, ты же меня спасешь. Рустам, как дела? Денисыч, все в порядке. Следователь Погранина в пути. Мурин занимается. Я отскочу в розыск. Там ребята взяли группу, которая таксистов грабила. Я на связи. Ладно, пока. Рустам Рашидович. Да. Там потерпевшая по взятке просится. Что ей надо? Мурину скажи. Ну, Мурину задержанному. Она очень просится. Ну, давай на пять минут. Проходите. Здравствуйте. Садитесь. Ой, спасибо. Да я правильно все сделала? Конечно. Мы вам очень благодарны. Ну, а тогда когда вы отпустите Володю? В каком смысле? Какого Володю? Ну, моего сына. Ну, Феликс Михайлович сказал, что когда я напишу заявление на Гранина, то его отпустят без денег. Кто быстрее? Нормально ее не остановили. Сейчас меня остановили. У меня что, машина лучше? У меня что, машина лучше? Я же объясняю, я просто взял эти деньги у нее в долг. Она просто меня не так поняла. посиди с клиентом в коридоре. Ты что, выпускаешь Овсянникова? Да, только в этом случае его мать согласилась написать заявление. И как ты это сделаешь? Договорюсь с новым следователем. Думаю, что после посадки Гранина он мне не откажет. А, то есть, одной рукой мы сажаем Гранина, который творит беззаконие, а другой творим это беззаконие сами. Так? Но Гранин взял взятку. Так мы тоже ее берем. Только не деньгами, а заявлением матери Овсянникова. Суть-то одна, разницы нет. Преступник выходит на свободу. Гранин выпустил за деньги десятки таких. И выпустит еще, если мы его не посадим. Я думаю, есть смысл пожертвовать одним, ради того, чтобы это остановить? Ты не понимаешь. Мы жертвуем не Овсянниковым. Мы жертвуем принципами. Если мы сейчас выпускаем Овсянникова, мы становимся такими же Гранинами. Врубись! Это демагогия. У взяточников нет принципов. В борьбе с ними все средства хороши. Значит так. Сейчас ты идешь к матери Овсянникова и говоришь, что ее сын остается в тюрьме. Если после этого она забирает заявление, Гранин идет домой. Боитесь запачкаться? Боюсь запачкать дело, которое делаю. Не, Рустам, это не твой случай, отвечаю. Эти парни брали только таксеров из аэропорта. С вокзалов. Ну, у кого выручка побольше. Машины их не интересовали. Брали только выручку. А убийство? Убийство спонтанное. Водила полез в бутылку. В драке его пырнули ножом. На свою беду оказался свидетелем мотоциклист. Так они его тоже. Там ребята по телефону сказали, что двое в расколе. Ты им фотки показывал? Показывал. Но, к сожалению, никто ее не опознал. Ментов среди них не было и форма не изъята. Ясно. Извини, что мозг выношу? Да что я, не понимаю, что ли? Мы все помним. Но ты же сам понимаешь, в таких делах пока кто-нибудь не болтанет или пока тачка не всплывет. Понимаю. Привет. Здравия желаю. Я правильно понял? Мурин сообщил потерпевшей, что ее сын будет сидеть, и она отказалась от заявления? Правильно. Понимаешь. Сказала, что оговорила Гранина под давлением сотрудников УСБ, будучи обиженной за арест сына. А деньги у нее просто оказались с собой. Она их по ошибке выбросила в мусор. А Зоркий Гранин их подобрал и собирался ей вернуть. Отличная версия. Мурин написал рапорт, что не хочет с тобой работать. Вот как. А ты что думаешь по этому поводу? Думаю назначить его исполняющему обязанности начальника в отдел заявления граждан. Денисыч, ты же сам говорил, в отделе заявления должен быть опытный опера за стажем. А Мурин инквизитор. Он выжил здесь при латуньине, его братве. Это о многом говорит. И его перегибы это следствие именно этого. Подкорректируем. Инквизитора нельзя подкорректировать. Это же просто взгляд на жизнь. Он везде и в каждом видит врагов. Поживем, увидим. Как съездил в розыск? Порожняк. Уже три месяца прошло, как она пропала. Никаких зацепок. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравия желаю, Геннадий Дмитриевич. Здорово. Заметитель начальника РУВД, подполковник Угар. Ладно. Извините, что разбудили. Бережу. Что у вас? Магазин 24 часа. Охраняется охранником вне ведомственной охраны. Документы командир должен сейчас подвести. Дальше. В магазин вошли двое. Наставили ствол на продавщицу. Потребовали кассу. В это время сотрудник был в туалете. Он, возвращаясь, увидел и выстрелил. Ну? Одного убил на месте, другой убежал. Ну и в чем проблема? Пистолета нет. Другой убегая, забрал пистолет. Со слов, конечно. Ясно. Она сама отказалась. А что вообще происходит? Он попросил меня подвезти. Мне не сложно, я помогла. Документы. Сейчас. Медленно. Пожалуйста, лейтенант Галямин. Меня ребята на проспекте высадили. Думал, по набережной пройдусь. Ноги натер. Ботинки новые купил. Да я тут живу. Жилой вон. На первом этаже. Вот. Извините. Просто ищем одного самозванца. Ага. Перепутал. Извините. Неплохо денек начался. Да. Хороший начало дня. Я услышал, как они сначала кричат, деньги давай быстро. Я достал пистолет, прошел чуть дальше и увидел вот это. Он в продавщицу целился. Вот. Ну, в Таню. Ага. Он местный, я его раньше здесь видел. Бурый такой. Пистолет рассмотрел? Не особо. Там большой такой. Ну, дальше. Дальше я выстрелил. Ну, а что я должен был делать? Кричать, полиция. А если бы он раньше пальнул? Или в заложники там взял? Я же не знаю, был ли ствол у второго. Теперь есть. Привет, мужики. Здравствуйте. Слушай, обход кому сдавать? Не знаю. Угаров, он внутри. А перебо отдай. Хочешь? Да, с соседом, решил проблемы? Вроде. Слушай, как там? Да, черт ее знает. УСБшники приехали, закроют парня. Вроде прав он. Когда это кого останавливало? Мы с тобой в Афгане тоже вроде правы были. И помогло это нам в жизни? Как были пушечным мясом, так и остались. Нафиг мы никому не нужны. Чего это ты такой злой сегодня? Чего-чего? Водила забухал. Дубинин с ангиной. Вот мотаюсь с чужим экипажем. Салабоны. Не украсить тебе, не покараулить. А теперь и тут еще до утра торчать. Так а тебе чего? Дежурство идет все теменем по бомжатникам ползать. Ладно, пойду отдам обход ребятам. Тут парочка отрисов интересных нарисовалась. Давай-давай. Родина тебя наградит. Держи. Спасибо. Спасибо. Да, спасибо большое. Вы должны будете все это рассказать следователю. Хорошо. А вы из нападавших? Никого раньше не видели? Да. Вот он. Наглый такой. Еще даже на Сашку пытался наскочить. Легавым называл. Обычная гопота. Ну что, вроде все нормально. Доброй ночи. Куницын, следственный комитет. Проходите. Пистолет она видела. Применение оружия обоснованно. Парень молодец. Личность этого убитого установили? Пока нет. Документы отсутствуют. Но опера работают. Начальник розыска я уже поднял. Едет. Ладно. Вы тут без меня. Спасибо. Я уехал. Молодец. Действовал верно. На то нам оружие и дают, чтобы применять его. Когда надо. Удачи. Товарищ подполковник. А это кто? Начальник УСБ. Нифига себе. Я думал, они нас только сражают. Значит так. Начнем с осмотра трупа. А подозреваемого в отдел. Там проведем допрос. И после этого, разумеется, следак отпускает этого ублюдка Гранина на все четыре стороны. Видел бы ты его улыбочку. Ненавижу. Может, выпьешь все-таки? Да ты ж знаешь, нельзя работать еще. Ты ведь меня первый повяжешь, если что. Да иди ты. Счет, пожалуйста. Не останешься на шоу по старой памяти. Не, я домой. А то вы на куролесите, а потом скажете, что были под присмотром УСБ. Все, давай. Слушай, Сил, если меня повяжут, ну, не за взятку, конечно, а за какую-нибудь опешскую фигню, мордобой, например, ты мне поможешь? Или ты меня утопишь? Только не говори ерунды. Есть работа, а есть дружба. Давай. Опаздываешь? Сотку, виски. Петя, ты что, готов уже, что ли? Че, побежишь в УСБ сдавать? Че ты несешь? Он нормальный. А, там нормальные не работают. Еще сотку. Петя, тормози. Отвали. Что случилось? Опять твоя лялька кор вымачивает? Ну, ты уже либо построил, либо... Слушай, Антон, иди ты лесом, а? Ты со своей разберись. Не, а че ждем-то? Начали. Полиция! Руки на стол! Тебе! Ноги, ноги шире! Чего смотришь? Плесни еще, суточку. Стой ровно! Девушка. У меня там два косичка. Ну, отлично, оформляй. Угу. Давай, работай, работай. У тебя что? Этот чистый. Ну, отлично. Щупать будешь? Джинсы снимать? Скажу и снимешь. Командир, а без хамства нельзя? Тебе скажу и ты штаны снимешь. Понял? Сумка твоя? Моя. Открывай. Открывай сумку. А ты оптимистка. По себе не мерь, алкаш. Опа! Ребята! Ну, че соска нагулялась? Знаешь, что это, а? Это срок! Нет! Петя! Петя, не надо! Петя, успокойся! Успокойся! Ты что ж ты делаешь? Хватит, Петя, хватит! Успокойся, я сказал! Успокойся! Успокойся, я сказал! Успокойся! Скорую! Скорую вызывай! Я только узнал из сводок. Как он? Травма шейного позвонка, разрыв легкого, переломы костей черепа, пока в коме. Я с этим разберусь. Иди, я сам разберусь. Это ж потеряшка. Причем свежая. Сегодня у вас будет убой. К вечеру у меня на стол справку о проделанной работе. Родион Витальевич, да они там что, фонарели, что ли, все подряд возбуждать? У нас и так... Ты фамилию на заявлении прочитал? Ну, Ивашов. А как предпоследнего начальника ГУВД зовут, не помнишь? Ядрить колотить. До свидания! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ЭТРИЯ Открывай! Ты чё, долбанулся, что ли? А я уж думал, это УСБ по мою душу. И чё бы, ты по ним стрелять начал? Да мне по хрену. Да, я вижу. Петь, ты бы прекращал бухать? А то и так дела плохи. Он на меня напал-то, это видел. Хотел наркоту отобрать. А зачем ты его девку за морду схватил? А чтобы она рот не открывала подстилка мажорская. Петя. Парень в реанимации. Пока шеф там решает вопросы. Следак нормальный. Эдик Локутенко. Но тебе нужно как можно быстрее у него появиться. Тут два варианта. Или у тебя превышение, или у него сопротивление. Я тебе сказал побои снять. Так какого чёрта ты набухался? Извини, старичок. Сейчас всё сделаю. Сейчас съезжу. Съездишь. Куда ты съездишь? От тебя алкашка и за версту разит. Короче, приходишь в себя. Я шефу сказал, что у тебя сотряс, и ты дома. Следак долго ждать не будет. К вечеру. Сможешь с травмой решить? Да, всё решу. Всё. Обещаю. Отлично. Петь, прекращай пить. У пацанчика непростой батя. Нельзя подставляться. Я всё понял. Как, Игорь? Так же. Короче, рейд проводил местный районный отдел. Мы там тряхнули наркотов клубных. Так вот, они говорят, что Игоря бил какой-то опер. На улице его называют Архипом. Мы так по своим каналам пробили. Это Архипов Пётр Николаевич. На районе давно. Говорят, Ключёный. Мне всё равно. Адресок есть. Чё делаем? Ждём. Ход за ментами. Я обещал зайнул. Ну смотри, если что, я рядом. Я только не могу понять, в качестве кого вы интересуетесь материалом по Авгурову. В качестве начальника отдела управления собственной безопасности. С учётом того, что Авгуров получил травмы от сотрудников полиции. Авгуров, как это явствует пока из материалов, получил травмы в связи с заказанием сопротивления законным действиям сотрудников. Угу. Он пытался уничтожить наркотические вещества, изъятые у его подруги. К нему были применены приёмы самбо, после чего он ударился о пол. Самбо. Это одна версия. Для другой у меня нет пока никаких оснований. Или вы мне дадите. Возможно. Хорошо. Если у вас есть какая-то информация, я готов её проверить. Но убедительно вас прошу, без моего ведома проследования не вмешиваться. Если мне понадобится оперативное сопровождение, я извещу вас. Хорошо бы, чтобы это не было оперативным сопровождением того отдела, сотрудники которого избили Авгурова. Угу. Я, как следователь, вправе выбирать, какое оперативное подразделение, обратиться за оперативным сопровождением. Знаете, когда я начинал, я думал, что для следователя главное сажать. Сажать преступников. Разве нет? Тогда что? Для следователя главное расследовать. Есть такое слово. Давно забытое. Случайно не Зайнулин, начальник отдела? Именно он. Тогда понятно. Заеду к тебе через часок. Жду. Никаких документальных подтверждений дружбы Дюки Фри и Зайнулина нет? Фотки снаружи есть. Все дела не сохранились. Когда рубок расформировали, мы всё расписали. Я, конечно, посмотрю, но вряд ли что найду. Ясно. И на том спасибо. Да не вопрос. Если мы себя не защитим, кто нам поможет? Не у СБ же? Точно. Ну да, мы поставляем в этот клуб. Вчера его шмонали. Ваши люди были там? Не знаю. Я не занимаюсь розницей. Могу выяснить. Выясни, пожалуйста. Мне нужен кто-то, кто видел драку. Мента и молодого парня. Парня увезли на скорой. На связи. Мне кажется, был договор, что мы квиты. Считай, что я буду тебе должен. Да. Быстро на базу. У меня ещё встреча. Быстро на базу, я сказал. Знаю, какая у тебя встреча. Надеюсь, ты ещё не успел натворить дел. Еду. Вызывали? Значит, я назначаю тебя в отдел заявлений граждан. Там полный бардак. Разберись с личным составом и с просроченными материалами. Даю тебе на наведение. Там порядка неделю. Вопросы? Никак нет. Свободен. У меня Москва. Спасибо. Да, товарищ генерал. Приветствую, Геннадий Денисович. Как успехи? Работаем. Угу. Да, работаем. Читал сегодняшнюю сводку? Читал. Молодцы. Как раз под коллегию. Но я к тебе по другому делу. У вас там вчера пропал Ивашов, бывший начальник следствия. Игорь Владимирович? Я его знал. Но в сводках ничего не проходило. Да, родственники сегодня только шум подняли. Я его не видел года четыре. А чем он занимался? Адвокатствовал. Контору свою открыл. Я тоже не сильно в курсе. Но первый сегодня дал команду проверить, не связано ли это с какими-то хвостами по службе. Генерал, все-таки сам понимаешь. Подключись, пожалуйста. Хорошо, принял. Вызывали? Авгуров, это сын? Да, там... Чтобы не смел туда лезть, подставишься. Только глухой не знает о ваших отношениях. Денисыч, парень в реанимации... Слову поручи еще кому-нибудь, на что бы твоего имени, я там рядом не слышал. Да, вот еще что. Вчера пропал Ивашов, бывший начальник следствия. Нам команда подключится. Вечером доложишь. И что было дальше? Дальше? Ну, дальше этот парень. Авгуров. Да, Авгуров. Он меня схватил за руку. Ну, хотел наркотики на пол высыпать. А другой рукой ударил меня в область виска. Я вынужден был применить болевой прием, отчего он упал. Я обо что не ударялся, когда падал? Возможно. Там же эти, стулья, угол стола. Кажется, я по инерции на него упал. Вполне. Мог ударить его случайно. Нет, этого не надо. Достаточно угла стола. В травме был? Угу. Сотрясение мозга. Отлично. На, подписывай. Ну, вот все вершено. Следак нормальный. Надеюсь, нам поможет. Угу. Спасибо, старичок. Легко отделались. Пойдем. Это он. Знаю. И он до сих пор не за решеткой. Боюсь, что у меня плохие новости. А можно покороче, Максим Эльдарович? На вашего сына заведено уголовное дело по сопротивлению сотрудникам полиции. Думаю, что, соответственно, их действия в отношении него будут признаны обоснованными. Найди мне кролика и беню. Угу. Вот так вот. Черт возьми! Как я с вами разговариваю? Нормально я с вами разговариваю. Серега, если что, для щуки я у вас. Понял. Извините. Ничего. Знаете, вы спрашивали, не заметила ли я чего-то странного по дороге домой. Да. И что? Так вот, там был наряд ГИБДД. Прямо за поворотом. И что в этом было странного? Ну, как что странного? Я ехала под сотку. Они меня даже не остановили, не оглянулись. Ничего. Вот это уже интересно. Все поняли? Да, поняли. Тогда вперед. В результате комплекса оперативных мероприятий под руководством начальника УСБ полковника полиции Щуки полицейский рядовой Авдеев был полностью изоблечен в том, что после ссоры с неустановленным мужчиной произвел в него два выстрела из стабильного оружия, от которых последний скончался. Авдеев задержан в порядке статьи 200-й. Я там был. Это бред! Я разговаривал с продавщицей. Там был разбой, и парень правильно применил оружие. Да, я особо в это дело не вникал. У следаков тоже скоро коллегия по преступлениям сотрудников МВД. Ну, надо было чем-то прикрыться. Вот мы и придумали, что это такое совместное мероприятие по раскрытию. Ну, а ты чем недоволен? Я тебя туда тоже вписал, чтобы твой генерал Романов был счастлив. Вместо того, чтобы спасать парня и защищать его, мы прикрываем бумажкой собственную задницу, а парню 20 лет. 20! Понимаешь? И он выполнял свой долг. Ну-ка, не орать на меня. Это решение следственного комитета. И у меня нет оснований им не доверять. А если тебе хочется в роли адвоката побыть в лавровом венчике, докажи, что они не правы. Не задерживаю, товарищ полковник. Знаешь, что такое беззаконие? Это детонатор. Взрывается один раз, а потом рвется все вокруг. Ай! Ай! Привет! Моя фамилия Зайнули. С повесткой через руководство. Подожди. Руки убери. Идиот! Что вы делаете? Ты думаешь, ты спасаешь своего друга? Ты его убиваешь нахрен? Когда не действуют формальные законы, в силу вступает закон Шелклей. Где Архипов? Я не хочу трупов. Домой поехал. Адрес. Я же просил тебя. Я хотел это предотвратить. Ну, раз не предотвратил, окажешься крайним. А почему крайний я? А не те, кто довел до этого своими действиями. Если бы все было решено по закону, никто бы не погиб. А если не по закону? Сразу мочить надо. Рустем, мы с тобой прооперили все девяностые, когда жрать было нечего и денег не платили. И что? Надо было взятки брать? Ты знаешь, я иногда думаю, надо было. Мы с тобой и сейчас в дерьме. А те, кто убрал, тот уберет. Да еще нами руководит. Это кролик, что ли? Да. Кривчук, Паша. Похоже, он был убит из пистолета Архипова. А Архипов из какого-то третьего. У кролика Тэшка, а там калибр больше. Тетка с первого этажа говорит, что видела двоих. Бени, наверное. Борщикин, Тарас. Они всегда вдвоем тусовались. Следователь обыск выписал. У Авгурова. Едем задерживать. Ну, поезжай. Что ты нам докладываешь? Здесь нет твоего начальства. Ладно. Поехали. Дай телефон. И ключи от машины. Ты что думаешь? Я сейчас буду... Я не хочу для тебя лишних проблем. Танечка, чайник поставь. Уже. Сейчас чашки помою и попьем. Хорошо. Мужчина, проветривание. Таня, беги в хирургию и зови кого-нибудь. Таня, быстрее. Мужчина, что с вами? Мужчина, что случилось? Этого только не хватало. Таня! Как называется? Нормальное лекарство? Угу. Ну, возьми. Возьми, там разберемся. Не могу его в Израиль отправить. На него эти уроды тело возбудили. Подожди, у меня вторая линия. Да. Беня. Беня, что у тебя с голосом? Я перезвоню. Не тебе, Беня. Ты где? Будь там, я... Я тебя заберу. На черном ходе менты. На главном тоже. Давай за мной. Агуров, где? Туда, пошел. Ангуров, полиция. Ты меня возьмешь, и лентяна. Не открою, ломай, не грешь. Тетепри, не дури. Ты ж взрослый мужик. С башкой дружишь. Да, башни, вы не открою. Вам надо, вы не ломайте. Бухой, что ли? Давайте ломать. Давай, ты. Руки! На выход! Сюда! На выход! Оказывается, это вы, а я думал, это моя бывшая, заявление накатала по поводу алиментов. Я ей каждый месяц не на руки даю денег. Хобот, Харе, Пургу, гнать. Тетя Фри где? Слушай, я не знаю, он не докладывает. Может, в больничке у сына? Его же ваше чуть не убили. Разве ты не в курсах? Его здесь нет. Его здесь уже нет. Поехали. Взяли. Ну, не могу же я держать это вечно у себя. Кто-нибудь забыл тебе отдать? Доверие. Ты знаешь, что я тебе доверяю. Я знаю тебя и твой характер. Давай, поезжай домой. Я вызову сюда Титова. А ты завтра с утра займись поисками Ивашова. Прошу тебя. Я тебе все-таки скажу. Я считаю, что мы виноваты в том, что произошло. Мы заставили Дьюти Фри это сделать. Своим бездействием. Я тебя услышал. Что-нибудь еще? Поехал своего дружка бандоса прятать. Чмо гестаповское. Если еще раз услышу слово гестапо, колочу его тебе вместе с зубами в гордань. Не как полковник капитану, а как мент менту. Поосторожней со словами. Если опер понимать должен. Беня нашелся в больничке. В трех кварталах отсюда. Уважаемый, вы куда? Тарас Бочкин. Мне сказали здесь. Мне надо на одну минуту, доктор. Даже за миллион. Я ничем не могу вам помочь. Умер. Почему сразу умер? Только начали. На операционном столе он. Хватит тут деньгами махать. Взяли моду. Здесь больница. Здесь не магазин. Вон указатель. Реанимация. Добрый день. Где лежит Тарас Бочкин? А... Переселяешься? Да. Поздравляю с повышением. Реанимация. Феликс? Да. Не каждый мент, на которого заявляют, преступник. Но Граниным был. И благодаря вам будет дальше. Да пойми же ты. Дело не в Гранине. Надо дать понять людям, что нельзя рассчитывать на решение всех своих проблем, даже написав заявление на мента. Пусть грязного. Ты посмотри вокруг. Новости, фильмы. Менты такие, менты сякие. Взятки берут. Людей на дороге сбивают. Дела закрывают. Но ведь это правда. Ведь так оно и есть. Ну не все же такие. И наша задача не только преступников сажать, но и честных защищать от этого всего. Именно поэтому мы называемся управлением собственной безопасности. Но менты... Что менты? А мы кто такие? Мы те же самые менты. Мы от других отличаемся только строчкой. В Ксиве. Все. И забывать об этом нельзя. Хорошо. Алло, что ты замолчала-то? Ты же просто так не звонишь мне на работу никогда. Ритка звонила. Она хочет приехать в следующем месяце. Отлично. В чем проблема-то? Побалуешь еще ряд. Она приедет с Костей? Нет. Прошло 11 лет, Гена. Я сказал нет. Все, мне некогда говорить. Спасибо. А-а-а... ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Здравствуйте. Тут к вам посетители пришли. Тема серьезная. Развратные действия. Я доложил шефу, он сказал вам лично заняться. Хорошо, пускай заходят. Проходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, присаживайтесь. Командир, может договоримся? Спокойно, стой. А то браслеты наделал. Стой спокойно. Что бы затерло? Требовал продать водку. Прилавок разбил и продавщицу толкнул. Слушай, ты скажи Васильичу, я еще в один адрес схожу и потом заеду, отпишусь. Ладно. Кстати, слыхал? Авдеева, пацана нашего. Закрыли. Застрельбу в магазине. Да ты что? Вот тебе что? Не зря в ВСБшники приезжали. Мокруху шьют. Я же тебе говорил, что мы пушечное мясо. Если что случится, не дождешься помощи. Ладно, бывай. Да. И что? Никакой возможности, чтобы этого Бочкина беню перевезти в больничку изолятора? Родион Витальевич, да ведь он же в коме. На меня врачи все смотрят, как на дебила. Ну, ходите, сами спросите. Распоряжусь, чтобы поставили пост. Да куда он убежит? Он же в коме. Извините. Береженого Бог бережет. Что у тебя с исчезновением Милашова? Мне что, разорваться что ли? Я же все время с вами. Когда мне этим заниматься? Слушай, не задавай идиотских вопросов. Мне завтра после обеда в Москву докладут, что справка была. Извините. Вы уж его простите, он у нас такой. Надо кому-то из нас остаться. Зачем? За тем, что этот урод, который лежит сейчас в коме, единственная ниточка, которая может привезти нас к Авгурову. Сейчас тут ултра постового оставят. Гестаповцам его услать, расплюнуть. А там делай, что хочешь, вывози его, мочи. Горел, ты уже гоняешь. Они там что, совсем обмороки что ли? Вон их зайнули, пытался даже Архипа спасти. Может, пытался, а может и притворялся. Пурга какая. Это пурга не пурга, а Архипа убили. И всем плевать. УСБ бьется в десны с Авгуровым. Убойный отдел свой зайнулиным. Так что теперь никто, кроме нас, за Петю не посчитается. Короче, кто здесь остается? Я бы остался. Но у меня жена в ночную спиногрыз на руках. Ну, давайте я. Товарищ начальник, я понимаю, что он власть. Знаете, я боялась Лене сказать, что она его просто убьет. Знаете, а Танечка? Танечка же плакала каждую дочь. А я не понимала, почему она плачет. Оказается, она просто боялась. Мам, прям столько напугу. Успокойся, все нормально будет. Выпейте воды. Спасибо. Спасибо. Начальник, я, конечно, понимаю, что я много чего в жизни натворил. Но я за все ответил. Я на условно-досрочном. Но этот? Да я живу. Спокойно, спокойно. Я все понимаю. Понимаю ваши эмоции, но... Боюсь, что без слов девочки нам трудно что-нибудь будет доказать. Да ну что она может сказать-то? Ну, приставал он к ней во дворе. Ну, трогал. Но этого ведь никто не видел. А может, он маньяк какой, а? А вы, кстати, проверьте эту версию. Хорошо. У него двое детей у его жены от первого брака. Я, кстати, по телеку видел, что они именно так и начинают со своих детей. Вы проверьте эту версию, проверьте. Все в порядке? Да. Садитесь, пишите. Я продиктую вам шапку. Ага. Да. Да, Геннадий Денисович. Появители у меня. Разбираемся. Похоже, все серьезно. Хорошо. Завтра доложу. Да. Хорошо. Слышь, Полюся, прикинь, если эти девки еще там. Ха-ха. Да. Ну, помнишь там одну с Персингом? Я бы ей устроил допрос. Слушай, ладно, давай будь на стоянке. Я подъеду. Да, поедем на моей, чтоб ты нормально подбухнул. Ну, ладно. Да, давай, до скорого. Гражданин следователь? Да. Начальник УСБ «Щука», виделись вчера на происшествии. Да. Удивите мне минутку. Конечно. Ну, что по вчерашнему? Ну, что? Все нормально, смотря что вас интересует. Авдеева я взял лично. Готовим постановление об аресте. Завтра с утра. За что? Ну, как за что? За убийство. Гопника этого опознали. Он местный, ранее судимый. Очень часто появлялся в этом магазине. Наезжал на этого полицейского. Мента, мента. Ну, тот его и наказал. А ограбление? Пистолет? Продавщица все видела? Да. Да-да, я перезвоню. Давай. А, собственно говоря, продавщица эта спала с Авдеевым. Я допросил ее сменщицу, и она сказала, что у ней там шоры-муры у них были. Состояли в тесной интимной связи. Вот и вообще, кстати, может быть, там все из-за нее. Так а в чем проблема? Авдеев за решеткой, все в порядке. Ну, да-да. А что, если Авдеев говорит правду? Почему вы ему не верите? Да потому что он подозреваемый. Чего ему верить? До свидания. До свидания. Хвоста не было? С мягким знаком они меня пропасут. Я и на оружку девяностых мотал. Тогда народниче-то нынешнему был. Ну, да. Деньги и мобила в бардачке, ствол под сиденьем. Добро. Где упадешь-то? В Парголово. Завтра муфлон из Финке лекарства привезет. Закинешь на больничку? Само собой. Беня в коме. Менты его храняют. Чтобы кроме тебя и Бивня никто ничего не знал. Угу. Добро. Ага. Так и чего? Это он вашего опера убил? Ну, вроде да. Нормально. Тот его еще и ранить успел. Ну, выходит, что так. Нормально. А я вот раньше тоже в опера хотел податься. И чего? Да ОСБ зарубило. А теперь вот думаю, и слава Богу. Ты зачем его убил? Ты думаешь это вылечит твоего сына? Я его не убивал. А Беня с кроликом ему пиццу просто привезли, да? А Беня с кроликом должны были привезти его ко мне. Я хотел вызвать его на рынок и разобраться с ним один на один. Без ксифа ОМОНа. Я не хотел его убивать. Мне нужно было отправить его в больницу. Я не привык свои мужицкие дела перепоручать пацанам. Я их привык решать сам. И ты это прекрасно знаешь. Ну, да, это правда. Грудь. А я не вижу. Виски будешь? Буду. Наливай. Пошли. Здравствуйте. Кто тут из вас на посту? Он. Там вас к телефону спрашивают. Здесь почему-то не работает. Вы подойдете? Начальство все-таки. Какое начальство? Ну, да. Занузин какой-то из ФСБ. Может быть, Зайнулин из УСБ? Может быть. Так вы подойдете? Иди. Я посмотрю. Слушай, а ты как меня нашел? Пить надо меньше. Ты свой день рождения помнишь? Нет. Мы как раз мимо этого дома ехали, а ты пьяный орал. Если снова будешь в розыске, здесь можешь год просидеть. Жрачка, интернет, даже бухло есть. Не помнишь? Нет. Да. Наверное, хорошо расслабился. Надо меньше бухать. Так что с Беней и кроликом? Не знаю. Бене мне раненый из больнички позвонил. Сказал, что когда они приехали, мент был уже мертв. Там их и постреляли. Больше ничего не знаю. Зуб даю. Я тебе никогда не вру. Ты же знаешь. А от кого ты узнал, что Гипа вышел? От щуки твоего. Он не хотел, чтобы это сделал ты. Ладно, проехали. Кто же все-таки Архипова завалил? Как думаешь? Не знаю. Правда не знаю. Но мне обязательно это надо узнать. Нам. На месте стой. Руки. Руки подними. Повернись. Маску снимай. А что ты вообще сорвался? На тебя прямой доказухи никакой. Мне что за это? Премию дадут? Я что, не знаю? Да меня посадят, лишь бы дело закрыть. А мне сына поднять надо. Дело его уголовное закрыть. Слушай, ты этого опера убитого, Архипова, пробей. Чем он дышал? Какие хвосты у него? А? Я попробую. Только щука меня от этого дела на расстоянии выстрела держит. Ты же моя коррупционная связь. Ну, да. Все возвращается. За все расплачиваются наши дети. Вот и Игорь. Расплачиваются за грехи мои. Время такое было. Там это не поймут. А там и так все знают. Слушай, ты еще не начал церковь строить? Сейчас это модно. У бывшей братвы. Дело-то не в этом. Церковь вот здесь надо строить. Угу. Деньгами этот вопрос не решить. О, как! Да. Привет. Надеюсь, ты дома? Открой его твоей двери. Поговорить надо. Я у женщины. Ну, тогда дай трубку ей. Женщине. Слушай, я могу в конце концов снять с себя стресс, расслабиться? Я что, должен на это у тебя разрешение спрашивать? Товарищ генерал, сколько это еще может продолжаться? Сколько вы еще будете позволять убивать нас безнаказанно? Карелин, успокойся. А я спокоен. Я за сутки двух друзей потерял. И все знают, что убил их Ковгуров. И все знают, что прикрывает его Зайнулин. Нам что, идти УСБ штурмом брать? Тебя хочет. Да. Только что в больнице пытались добить твоего парня. Убили опера. Другого постового отвлекли телефоном, сославшись на Зайнулина. Каждая минута, проведенная тобой в бегах, работает уже не только против тебя, но и против Рустема. Народ жаждет его крови. Если ты не виноват, то в бегах ты ничего не докажешь. А в камере докажу, да? Ты просто волнуешься, нервничает. И есть мнение, что это ты прикрываешь убийцу полицейских. Но ведь это надо доказать, товарищ генерал. А что касается личного состава, то я порекомендовал бы ему заняться своими прямыми служебными обязанностями, как это делает майор Зайнулин, который нашел Авгурова и убедил его сдаться. К утреннему совещанию они будут в управлении. Ну что, понадеемся, что это будет так. Может, Рустему позвоним? Узнаем, как там чего? Зачем? Если бы им нужна была помощь, он бы позвонил. Прямо как дети. И что они будут делать, если Зайнулин не привезет дьюти-фри? Хм! Хм! На штурм пойдут. Меня в заложники возьмут. Скоро узнаем. Не узнаем. Спасибо. Спробуйте. Яв%, что ли? Да нет, едем. Особенно не концепция. Да нет! Мы будем следить за тобой. Может, лучше поработаете? Не все же по клубам детей избивать. Пытайся, кушай. Руки опять отпустили. Надо что-то делать, парни. Прикольно, а он что-то делает. Вот это урод. Я не знаю. Спасибо за содействие. Будем держать вас в курсе. Наручники мои не забудьте вернуть. Вернем. Спал? Не хочется. Счастливчик. А я с ног валюсь. Ну, раз тебе не хочется, займешься Ивашовым. Погоди. Ты же обещал, если Дьюти Фриз дастся. То мы займемся его делом. Но я не обещал тебе, что ты будешь этим заниматься. Рустем, когда ты дал согласие перейти сюда, ты перешел на другой уровень. Теперь все, что ты делаешь, с кем встречаешься, куда ходишь, все это под микроскопом. И надо три раза подумать, прежде чем что-то делать. Когда ты это поймешь. Наверное, никогда. Поэтому, думаю, не пора ли мне обратно в розыск? Два раза еще подумаем. Кстати, начальник отдела, ты когда комплектоваться будешь? С тех пор, как я забрал Мурина, у тебя не отдела недоразумения. Мурина ты взял зря. Да, он неплохо проявил себя в деле Латунина. Но власть ему давать нельзя. Он инквизитор. Комальков, а ты почему не на уроке? Меня Ольга Павловна выгнала. Почему? Я в телефон играл. Молодец. Ну и о какой четверке тогда может идти речь, когда ты так относишься к учебе? Стой и думай о своем поведении. Светлана Васильевна? Допустим. А вы кто? Здравствуйте. Здравствуйте. Феликс Михайлович Мурин. Управление собственной безопасности. Слушаю вас. Скажите, пожалуйста, Лиза и Надя Тимченко в вашем классе учатся? Ну, вообще-то у них другие фамилии. Но я понимаю, о ком вы говорите. Да, они учатся в моем классе. А в чем дело? У меня есть несколько вопросов. Скажите, пожалуйста, где мы можем с вами поговорить? Ну, пройдемте. Да. Есть кое-что по твоему вопросу. Можешь подъехать туда, где мы встречались в последний раз? Алло. Грушин служит. Серега? Да. Если Щука будет спрашивать, я опять у вас. Хорошо. Договорились. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА СИГНАЛИЗОМОЩАЯ МУЗЫКА Извините, всю ночь работал, не выспался. Да, я понимаю. Итак, вы утверждаете, что ни у Ивашова, ни у вашей компании в целом проблем не было? Молодой человек, ну не мне вам рассказывать, какие могут быть проблемы у бывшего начальника ГУВД. Если честно, Ивашов особенно делами-то не занимался. Он скорее нес представительскую функцию. А почему вы о нем говорите в прошедшем времени? Да вы знаете, Игорь Владимирович был такой пунктуальный и обязательный человек, он не мог так вот вдруг исчезнуть на два дня. Да. К сожалению, я уверен, что с ним что-то случилось. Угу. Если он был с подельником, можно посчитать. Геннадий Денисович, я же не оперативник, мое дело посты доставлять. Батрулирование организовывать, связи подельники, это вы в розыске спросите. Значит, не интересовались. Ваш же подчиненный. Да я только успеваю отписываться. Вы не представляете, как я Авдеева в быту пасу. Последний раз, когда он зачет сдавал по применению оружия. Ну, жалко, парни, я же не адвокат. Ну, да, конечно. Геннадий Денисович, а нельзя как-то через вас ему рапорт передать. Ну, чтобы он так сказать по собственному желанию задним числом. Пока следователь к нему не пускает, у меня звание скоро. Я поговорил с людьми. Есть наметки, кто мог видеть драку. Ищем. Спасибо. Как я понимаю, это не все? Нет. Опер, что вчера убили, это тот из клуба. Есть тема, что он сам сидел на коксе. И насколько это достоверно? Скажем так, я разговаривал с его дилером. Я, конечно, с ним поговорить не смогу. Извини. Кокс. Штука недешевая. Вряд ли он его на зарплату покупал. Дилер сказал, что парень тачки предлагал темные. В полцены, но без документов. Больше ничего. Спасибо за кофе. Димон, это я. Я знаю, что Штука велел мне держаться подальше отдела Тютифри. Но помочь информацией я тебе могу? Можешь даже материально помочь. Я бумажник дома забыл. Хватило только на гамбургер. А я еще колу хочу. Скорая гуманитарная помощь спешит к вам. Ты где? Я на старом месте. Жду. Спиридонов. А? Если машина через полчаса не будет готова, пойдешь у меня по столым ВВС. Будешь у меня там дверь открывать. Здравия желаю, товарищ подполковник. Здравия желаю. Мурин. УСБ. Только что у меня ваш шеф был. Я ему всю ситуацию с Авдеевым объяснил. Да и не по поводу Авдеева. Меня интересует участковый Тимченко. А с Тимченко-то что еще? Скажите, где мы с вами можем поговорить? Как в тебя столько влезает? Тренировка. Про Кокса я понял. Про Тачки тоже. Но у меня есть новость еще веселее. Говори. Я еду от экспертов. Пуля убившая Архипова. Пуля убившая Власенко в больнице. Выпущена из одного пистолета ТТ. Понимаешь, да? Он был украден в скове с военного склада полтора года назад. Преступление раскрыто. Стволы изъяты. Стволы изъяты. Кроме двух. Значит, воры успели их продать. Или не всех задержали. А где они сидят? Где-где? На том свете. Их пытались взять на продаже. Они там забеспокоились. Пытались смыться. Ну и врезались в автобус. Оба. Ага. Там в багажнике пистолеты и были изъяты. Значит, надо говорить с операми, которые изымали. Они в теме. Они знают. Да. Что? Боюсь, друг мой. С ним будет очень трудно переговорить. Почему? Потому что это и были Архипов и Власенко. Понял? Вот это да. Подождите 15 минут, пожалуйста. Хорошо. Пойдем. Мне из школы звонили. Приходили с твоей работы. Из вашей безопасности. О тебе спрашивали. В школу приходили? Ну да. Представляешь? Девочкам вопросы задавали. Не жаловались ли они, что ты к ним пристаешь? Толя, ну что происходит? Господи. Господи. Да. Тимченко. Где ты? Бегом ко мне. Я сказал, бегом. Тем более, Архипов на коксе сидел. А к несчастью, тут еще Бене с кроликом подвернулись. Поэтому началась заваруха. Поэтому Бене в мальничке добивали стволов, которые тогда смахнули при изъятии. Только Власенко не пишется. Зачем они своего завалили? Это же их инициатива была его туда отправить. Ну, я не знаю, может он не в теме? Или наоборот. Специально хотели его подставить. Но факт в том, что все это дело рук Карелина. Поэтому он устроит из себя вождя угнетенных. Да. Сложно все. На тоненького. Да ничего сложного. Все просто. Тихо. Все. Молчите все. Рустам, едешь домой спать. Если завтра с утра не займешься Ивашовым, получишь первый в СБ выговор. Я тебе обещаю. Тито, берешь бумагу, подробно излагаешь все факты, которые у нас есть, иначе мы запутаемся. Напишешь, придешь ко мне. Дьюти-фри сидит. Пускай посидит. Ему не впервой. Незачем было своих быков посылать к оперу. Еще неизвестно, чем бы это все закончилось. Значит, если через час не услышу твой голос по домашнему телефону, я тебя предупредил. А как я тебе отвечу, если я буду спящий? Будешь просыпаться и отвечать. Свободен. Пойду писать. Постой. Это Гусев. Его застрелили вчера ночью при ограблении магазина. Был осужден за угоны. Думаешь, это как-то связано с нашим делом? Возможно. По нашим учетам, он числится агентом. Боюсь спросить. Да. Его куратором был Архипов. Нормально все? Да все пучком. Слушай, говорят, на тебя колоточный насел. Я говорю тебе, решаю, все нормально. Вот тут рыжье ко мне. Пусть полежит у тебя, пока мы барыгу не найдем. Твои пять процентов. Да не вопрос. Гнида соновская. Еще раз тебя увижу. Убью, понял? Падать вонючая. Еще раз тебя увижу. Убью. Убью нафиг. Ублюдок. Алло. Феликс Михайлович, на меня Тим чутка напал. Чуть не прибил. А? Травма? Да, сейчас. Пацаны. Все пропало. Охолоточный, сумку отнял. Вообще по беспределу. Я в больничку. Давайте туда. А я и думал, что ты сбежал. Не для того я сдавался, чтоб потом бегать. Хотя, конечно, когда следа к меня отпустил, не скажу, что я сильно расстроился. Не люблю летом сидеть. А зимой любишь, можно подумать. Зимой не так обидно. Летом вон солнце, а солнце жалко. А ты как будто не рад. Честно, редкий случай, когда я бы предпочел, чтоб ты сидел. Ну что, поздравляю, Авгурова отпустили. Как? Вчистую. И даже в задницу поцеловали. Говорят, недостаточно доказательств, что именно он киллеров послал. Совсем офигело следствие. Да это гестаповцы. Причем тут следствие? Гестаповцы между собой все порешали. В руководстве. Зуб дают. И что дальше? А что дальше? Теперь каждый сам за себя. Не знаю, как вы, а я этому ублюдку. Петю прощать не собираюсь. Не пойдешь мы стрелять-то. А что? Очко у тебя заиграло? Нет. Ну, просто понятно, сразу будет, что это мы. Ну, глупо подставляться. А мы и не будем подставляться. Мы же опера. Ты сейчас на свободе для некоторых, как красная тряпка для быка. Так что мне, опять к следаку идти? В камеру проситься? Ну, по крайней мере, не светиться. Есть информация, что Архипов крутил какие-то левые темы. Возможно, из-за этого его и зачистили. А тебя просто хотели сделать крайним. Тогда понятно, почему они в больничку пришли Беню добивать. Если это опера, он их в лицо знает. Беню сейчас ОМОН охраняет. А вот тебе лучше загаситься. Да не могу я. Я на подписке. И потом. Я никого не видел. И мне опасаться нечего. Я им в камере нужен дело закрыть. Тут и ты прав. Но это не снимает еще одну проблему. Найти пару свидетелей того, как ты привез на место убийства Беню и Кролика, для людей Карелина, это не проблема. Если они черти, то да. Но даже черти должны понимать, что в таком случае правила против них не действуют. Поэтому я и говорю, лучше бы ты сидел. По крайней мере, я не опасался бы Третьей мировой войны. Вот этот вот сидел в машине, понял? Ага. А вот эти двое вышли из нее и вошли в подъезд. Понятно? Ага. Это ж дьюти-фри. Если я его загружу, мне бошку сразу снимут. А ты не боись. Не снимут. Это уже моя забота. А вот если ты отморозишься и не поможешь мне, тогда ты пойдешь по своему делу не свидетелем, а как полноценный участник группы. И тогда я тебе чирик в тундре гарантирую, как с куста. Скажешь потом, что на тебя надавили, как-нибудь отмажешься. Я на тебя не обижусь. Ага. И в суд не надо будет ни в какой идти. Я тебя когда-нибудь обманывал? Нет. Ну так и отлично. Ну да. Только придумай, что ты делал во дворе Архиповского дома. И так, что правдоподобно. Договорились? Да. Так. Если не крутились на машинах, то это можно пробить. Я людей напрягу. Пока это только слух. Да ребята своих валят, как водку пьют. Или они на всю голову отморожены, или... Или им есть что терять. Точно. А большую криминальную тему в городе не спрятать. Даже если ты мент. Особенно если ты мент. У вашего же брата сдавать не западло. То-то ты меня часто сдавал. Но ты бизнес-то с дружбой не путай. Ладно. Пойду. Хабатели там внизу заждался уже. Если что, я в больничке у Игоря. Как он? Лучше. Сегодня новое лекарство из Израиля привезли. Я себе слово дал. Больше никого и своих детей не потеряю. Ну, кому ты у нас не сорвался. Как ты? Печкина домой отправил? Ага. А он особо не протестовал? Он всегда был циклом. Я зарядил на завтра человека. Через людей из района привезем его к следаку. Он скажет, что видел водителя, привезшего киллеров. А пишет Авгурова. Опасно. Сам же знаешь, Авгурова гестапо покрывает. Развалят свидетелей, потом проблем не оберемся. А не будет никакого потом. Все это нужно, чтобы следствию понадобилась опознанка. И оно приказало нам привезти Авгурова. Ну? Вот мы его и застрелим при задержании. Ты и я. Другого пути нет. Что думаешь? Ладно. Я с тобой. Что думаешь? Да походу не гонят самосвал. Ты его морду-то видел? На нынешних мусоров похоже. Оторванные напрочь. Что ты хочешь? Их время. А может оно и так. Только я свой кусок им просто так не отдам. Слушай, так ведь если ментяра еще рожье не оформил, он будет какое-то время и своих стрематься. Может его прессануть? Слушай, можно. Только лучше не напрямую. Ну да. Держи себя в руках. Если вызовут в это ваше УСБ, не заводись. Спокойно разговаривай. Мне сменщица юриста обещала. Я вообще хочу заявление написать по поводу их прихода в школу. Эти раз просто нервируют девочек. Ты понимаешь, уже разговоры идут. Ну ты напишешь заявление. Начнется шум и меня точно уволят. Не посмеют. Такой скандал устроят. Хотя, может тебе вообще пора уже уволиться? Куда? Шлагбаум поднимать? А квартира служебная? Ты же знаешь, что у меня только Хрущевка в Новгороде. И больше ничего нет. Ой. Да хоть Хрущевка в Новгороде. Ой. Хрущевка в Новгороде. Ладно. Береги себя. Я побежала? Не нервничай. Хорошо. Если что, звони. Все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Извини, Хобот. Не хотел пугать. Тот, кто меня раз напугал, сам уже ничего не боится. Случилось что? Ага. Просьба есть. Если к вам менты опять заявятся, мне сразу позвони. Дьюти Фри гордый, он не станет. А мне что-то за него стрёмно. Глаза открыла, тварь. Быстро! Слышишь меня? Или я займусь тобой серьёзно. Передай своему мужу, чтобы вернул чужое. Иначе в следующий раз мы устроим твоим девочкам ночь любви. И тебе, кстати, тоже. Скажи, что у него есть сутки. Мы позвоним. Эх, ворост. А ты уверен, что она не сдохнет прежде, чем расскажет мужу? Давай, уходим! Тихушники. Ясно. Я в убойный по Ивашову. Приедет шеф, обрадуй его этим. Здравия желаю, господин инквизитор. Привет. А дрова взяли? Какие дрова? Деревянные. Разжигать костры для еретиков. Или думаешь, они заполыхают от твоего горячего энтузазизма? Всё, давай! Сейчас приведут. Спасибо. Если честно, меня уже заколебали начальники этого Авдеева. Всё норовят пролезть, поговорить. Да рапорт им нужен задним числом от него об увольнении. А так бы нужен он им был. И всё? Жаль. Мальчишка потерянный совсем. Ему даже одежду некому принести. И Оперов своих посылал. А то сидел бы он у нас в форме. Заключённый Авдеев. Всё, свободен. Есть. Я в соседнем кабинете. Хорошо. Привет. Привет. Помнишь меня? Помню. Вы из УСБ? Садись. А зачем вы пришли? Я же согласился написать рапорт на увольнение. Огаров был? Нет. Адвокат сказал, что принесёт. И кто у нас адвокат? Да. Бывший следователь из нашего РУВД. Он у нас там часто ошивается. Ну ясно. У друзей своих. И чего говорит адвокат твой? Говорит, что надо признаваться. Тогда есть шанс на подписку до суда. Признаваться в чём? Да в том, что я этого Гусева специально убил. Но он меня унижал, оскорблял. И я не выдержал. Состояние эффекта. Аффекта? Аффекта. Всё никак не запомню. И что? Вот так сдашься? Вот так вот просто сдашься? Подпишешь то, чего не было? Да. Признаю. Только лишь выйти отсюда бы поскорей. Вы знаете, как здесь страшно? Ночью. Особенно ночью. Я тут не могу. Я домой хочу. Я же ничего не сделал. Только то, как учили. Ты пойдёшь домой. Я обещаю. Но если только ты не сдашься. Иначе я тебе не смогу помочь. Ничего не подписывай. Не наговаривай на себя. Не верь и не слушай адвоката. Я знаю, что ты говоришь правду и это докажу. Понял? Хорошо. А теперь напрягись и попытайся вспомнить всё про парня, которого застрелил. Если он приходил сюда раньше. С кем? О чём говорил? Что покупал? Всё. Надо постараться. Хорошо, я постараюсь. А можно вопрос? Давай. Зачем вам это надо? Вы меня ни с кем не попутали? Кто вы, а кто я? Мы оба менты, сынок. Этого достаточно. А попутал, видимо, тот, кто захотел тебя засадить. Ну, до встречи. Давыдов! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Привет. Помнишь меня? Ну, да. Я извиниться хотел. Что так, налетел на тебя тогда? Да ладно. Понимаю. Бывает. Просто я ищу девушку одну. Она по телефону сказала, что её останавливают ГИБДТ и пропала. Три месяца как. Не встречал? Нет. А машина какая? На обороте написано. Может, я себя оставлю? Есть кому показать. Дальнобойщики, таксёры. На самом деле, ребята болтают, что увидят иногда чужих на дороге. То ли реженые, то ли из других служб зарабатывать приезжают. Не знаю. Но они наши ребята, точно. Может, телефончик дашь? Если что, позвоню. Сейчас. Ну. Надо спрятаться куда подальше, а то решат, что в стукачи записался. Извини. Ну? Ладно. Звони. Майор? Жена? Если что, нароешь? Я, я добро помню. Большинство. Гонка, я с тобой просто Звони. Турлян. Они сказали передать, чтобы ты отдал чужое. Они сказали, еще придут. Что отдать? Кому отдать? Я ничего не понимаю. Кто это был, Маша? Я не знаю. Они будут звонить. Защити девочек. Так, вы кто? Немедленно уйдите. Ей только что ввели успокоительное. Вы хотите, чтобы ухудшение наступило? Нет, доктор. Я ее муж. Извините, она поправится? Поправится, если вы не будете мешать. У нее черепно-мозговая травма, сотрясение мозга. И главное, что необходимо сейчас, это покой. Ухожу, доктор. Капитан Темченко. Да. Что такое? Мурин, УСБ. Вам придется проехать с нами. Подождите, мне надо забрать дочерей из школы. Они в опасности. Я думаю, что сейчас как раз никакой опасности нет, потому что она исходила от тебя. Кто-то избил мою жену. Угрожает дочерям. Ничего, ничего. Приедем к нам. Обо всем поговорим. И о жене, и о дочерях. Так, господа, давайте свои разборки устраивать не здесь. Тут больница. Прошу прощения. Мы уже уходим. Все девяностые бандиты разбирались, и теперь менты. Черт знает, что творится. Тита, привет. Я только что был у мальчишки в изоляторе. Ну? Он сказал, что этот архивовский агент, Гусев, часто появлялся в магазине с девицей. Ага. Ее приметы. Значит, Шатенко лет тридцати, лицо бледное, носит разные джинсы, рваные. Так. Обитает где-то недалеко от магазина, о себе говорит, что свободный художник. А также свободная наркоманка. Приехала из Краснодара, молюет всякую фигню, зовется Оксаной Бутылкиной и очень высоко живет. Денисыч, пожалуйста, займись своим делом. По команду немного. Я разберусь, раз ты мне поручил. Хорошо. Хотя у меня генерал на второй линии. Извини. Слушаю, товарищ генерал. Щука, ты где прячешься? Почему мобильный отключен? Был в тюрьме, разговаривал с арестованным. С каким арестованным? Геннадий Денисыч, ты что, опер что ли? У тебя политическая должность. Давай завязывай, по тюрьмам ездить. По Ивашову есть что? Меня тут уже спрашивают. Спрашивают, скажите, работаем. А что, до должности? Поменьше было бы этих политических должностей, побольше бы рабочих. Тогда жили бы по-другому. Ладно, не заводись. Просто если что будет по Ивашову, позвони. Это мне нужно, понимаешь? Лично мне. Понимаю. Но действительно работаем. Сразу позвоню. ЗВОНОК В ДВЕРЬ У вас дверь открыта. Украдут чего-нибудь, потом в полицию побежите. Ау! Есть кто живой? Украден? Украден? КОНЕЦ Это Титов. Вызови наряд. Бросай ствол! Руки за голову! На счет три стреляю! Раз! На колени! А вот это уже крен. Связку потянул. Опучусь на колени, больше не встану. Или так стреляй, или в карман за ксивой залезь. Извини, не того ты сегодня взял, браток. Спасибо, что пришли, Ольга Валерьевна. Я обязательно сообщу вам, как только что-нибудь прояснится. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Бывшая жена Ивашова. Мне кажется, ее больше волнует вопрос ее наследства, чем его смерть. Удела всех генералов. Вот поэтому я до сих пор майор. Однако это не спасло тебя от наличия бывшей жены. Зато спасло от наличия наследством. Рассказывай, что вы накопали. Подожди. Да. За шефом приехали. Двое. Главный и еще один. Говорят, что от следака. Шеф позвонил, он подтвердил. Какой-то новый свидетель. Какое-то опознание. Понятно. Все-таки не удержались и проложили с липой. Забей. Это я на ментовской фене бутаю. Ладно, звони адвокату, пусть пилит в следствие. Хотя, чувствую, что закроют сегодня дьюти-фри по-любому. Поедем через промзону. По той пустыне дороги, помнишь? Там все и сделаем. Он понял, что его опознают. Решил сорваться и напал на нас. Я все сделаю. Ты, главное, за баранкой следи. Поехали. Разные арбитражи. Сам черт ногу сломит. А вот по объективке есть кое-что интересное. Особенно для тебя. Нынешняя женщина Ивашова, Влада Княжина, обогнав его, проехала мимо наряда ГИБДД в переулке. Я пробил по базе. Не было там никого. Во-первых, их машины оснащены датчиками определения их местоположения. Во-вторых, там неприбыльное место. Липовые были эти гайцы. Я думаю, они ждали Ивашова. Рустем, ты меня слушаешь вообще? Серег, если ты грязный мент, и тебе нужно убрать подозреваемого, как ты это сделаешь? Ну, я бы застрелил при задержании. Оказал сопротивление и никаких проблем. Никто и ковыряться потом не будет. Или при попытке бегства. Ничего не меняется. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А чего тут поехали? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В городе Пробке? Ну да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я возьму? Может, это адвокат? Нельзя. У адвоката есть координаты следователя. Он может связаться с ним. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Белая Нива здесь проезжала? Недавно прямо проезжала. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сдохни, тварь! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Тебя обвиняют в пособничестве. И что? Дело в отношении тебя будет возбуждено по результатам служебной проверки. Я отстранен? Все этого хотят. Но я убедил всех, что лучше, когда ты будешь на глазах. С условием, что одно твое движение по делу Архипова и Авгурова следователь тебя задержит. А я идютефри, верю. Да? Верю, верю. И сильно ему это помогло? Если он еще жив, да. Да. Я понял. Понял, я понял. У Мурина задержанный сбежал. Свернул ему шею в кабинете и ушел. Это участковый по заявлению о развратных действиях. Пойти, что ли, застрелиться? Ну, тогда нас точно разгонят. А кто меня возьмет после УСБ? Подставай там. Тогда поезжай на базу. Возьми людей из отдела Мурина. Найди мне этого Тимченко. Это моя личная просьба. Тимченко. Я сказала, нет. Можете хоть ОМОН вызывать, я вас не пущу. Я не собираюсь ее нервировать. Мне нужно задать пару вопросов. О муже. А что о нем спрашивать? Всем бы такого мужа. Вон, смотрите. Полчаса, как принес. Сколько? Полчаса. Только что ушел перед вами. Принес. Сумка где? Что за сумка? Я не понимаю, о чем речь? Не понимаешь? Ладно. Будем объяснять дальше. С какой дочурки начнем? Да по барабану. Мужики, давайте спокойно разберемся. Опачки. Группа поддержки. Кто такие? Да работаем вместе. Так иди работай. Я с мусорами не базарю. Особенно с крысами. Не хочешь, как хочешь. Мужики. Мужики, вы чего? Мужики, не надо. Зараза. Что еще? Быстро. Сумку. С рыжьем со скачка. Он у самосвала забрал. Самосвал это вам сказал? Самосвал сказал? Да. А вы поверили? Так ведь, он же свой, а вы, ментяры. Стой сюда. Я же говорил, не кто кроме нас. Они над женой твоей издевались. Капитан, ты что надумаешь? Не надо! Не надо, капитан! Не надо! Нет, нет! Уверен, что не с подарками. А я с подарком. Уверен. 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 Уверен, у него есть приятеля. Приятеля-то, второго грабителя? 25 на вид. Симпатичный. Зовут Романа. Они с Гусем хотели уехать от каких-то проблем. Очень психовали. Искали деньги. Да, поэтому, значит, решились на грабеж. Именно. Но самое главное это. Баба художница и у нее отличная память. Пистолет наградной, читай гравировку. Генералу Ивашову за службу в МВД. Я звонил в убойный. У Ивашова был наградной пистолет. И он пропал. Вместе с ним. И что делать собираешься? Подушкой душить? Неужели так предсказуем? Нет. Только когда эмоции мозги отшибают. Дверку-то закрой. Не надо беспокоить больного. Пойдем на улицу. Целый день в кабинете, голова без воздуха гудит. Что, трупов не досмотрелся до войны? Да кто на войне? А разве она сейчас уже для нас закончилась? Как закопаем, отвезите меня в отдел. Я хочу сдаться. Неделю уже не могу доехать до дачи. Я просто хотел с ним поговорить. С этим Карелиным. Он врет. Дюди Фри не пытался бежать. Они его просто валили. Ну, допустим. Карель, ну что? Так вот сразу и сознается во всем? Ну, не сразу. Ну, я бы нашел способ. Который из двух? Иголки под ногти загонять? Или на сломанные ребра давить? Рустем, тебе сам Дьюти Фри когда-то сказал, чтобы ты определился, кто ты, мент или бандит? Во что у нас в стране? Это такая большая разница? Разница здесь. Хочешь быть ковбоем, ствол иксив на стол и горцуй. Меня только подставляешь. Любая проблема с тобой, это удар по мне. Денисыч, тебя я не подведу. Никогда. Димченко разыщи, пока он дров не наломал. Стоп. Карманы проверить надо бы. Лучше будет, если никаких привязок не будет. Я понимаю, парни, о чем вы думаете? Удивление этого самосваленка. Обычная чушь. Урка, которого прижал участковый сосед. Но Мурин почему-то ему поверил. Да потому, что Мурину нравится в это верить. Жизненного опыта у него ноль. Где он был? Торчал в районе, где все брали. Потом попал в бандитское УСБ Латунина, где был изгоем. А на прошлой неделе ты его поднял. Он открыли и расправил. В общем, дел натворил этот Мурин. А Тимченко, по-моему, придется спасать от самого себя. Сначала самосвала. Изолировать. Правду или нет, он написал в заявлении. А если Тимченко пустился в побег от нас, то и там может появиться. Согласен. Это я решу. А ты, пожалуйста, придержи Мурина. В больнице, Мурин. Шею ему свернули. Не очень эстетично, но зато практично. Вам сейчас нельзя рисковать. Шейные позвонки штука тонкая. Спасибо, доктор. ЗВОНОК ТЕЛЬЦЕЙСКАЯ МУЗЫКА ЗВОНОК ТЕЛЬЦЕЙСКАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Алло, Филис Михалыч, на районе у нас говорят, что Тимченко из тюрьмы сбежал. Это правда? Ну, он меня и так чуть не прибил. Что же мне делать? Не волнуйся, я все решу. Давай. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Дай глотну. Я тебе дам, не глупи. Я думаю, если он сдастся, реально. Да ты поменьше думай. Я здесь решаю за всех. Да. Спасибо, брат. С меня причитается. Угу. 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 Спасибо, брат. С меня причитается. Ну, вот и все. Отвезете меня в УСБ? Толя, Толя, я уважаю твое решение сдаться. Ну, подожди до завтра. Возможно, мы решим твои проблемы. Я тебя как друга прошу. Ну, как ты их решишь? Ну, это же невозможно. Нет ничего невозможного. И мы уже над этим работаем. У Натики-то много пива осталось, а завтрак папаша сваляет. Ничего не куп… О, Лера. О, молодец. Не обманул. Слышь, ментяра. Ментяра, ты чё? Чё замерла-то? Я ж тебя знаю. Пьютер, хорошо. Ты у нас же. Все-таки, Сонслив, ты был парень-самозвал. Убил свою сожительницу. И не смог дальше с этим жить. Уважаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здорово. Как Игорь? Да, всё так же. Врачи говорят, время теряем. А следствие не разрешает за кордон увозить. Можно подумать, он убежит куда-то. А Дьюти-фри? Дьюти-фри в одиночке. Как склонный к побегу. Но врачи говорят, есть хорошая новость. Пене получше стало. Не сегодня, а завтра в себя придёт. А вот это очень хорошо. Он расскажет, кто на самом деле завалил Архипова. Только не переживай. Мы его охраняем. Мышь не просказнёт. Удачи. Удачи. ГОВОРИТ НА ЛИЗАЛЬНОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ТВ Здравствуйте. Друзья, мне нужен… Погоди. Я тебя знаю, ты из-за того же отделения, что и Тимченко. Алло, Серега, мне позарез нужно одного фрукта по мелкому закрыть суток на пять. Обещаю, жаловаться не будет. Это и в его интересах. Можешь устроить? Ну, поручи Яблонскому. Пусть мне перезвонит. Ага. Я сейчас за клиентом заеду. И к вам. Фамилия Самосваленко. Решили на свидетеля надавить, падлы. А ну-ка, руки! А-а-а-а! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дежурный, это Зайнулин. Мне нужна поддержка. Желательно за спецназом. Убить сотрудник ОСБ. Я загнал преступника на чердак. Контролирую выход. Нет, сам соваться не буду. Дождусь вас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорош двери портить. Ствол брось. И не дури. У тебя только два патрона. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне нужна следственная группа. Тучков-4, вторая парадная. Чердак. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да. А снаружи не скажешь, что здесь автомастерская. Реклама не всегда двигатель прогресса. Знакомьтесь. Кирилл Анатолий. Кирилл, Толя поживет пару дней в берлоге. Найди ему какую-нибудь одежду на сменку. Сергей, проводи гостя в берлогу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пройдемте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, когда все будет готово? К утру. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какие новости? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пока ничего. После того, как гуся прихлопнули в магазине, отвертка как в воду Карлова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зачем они вообще ломанулись в этот лабаз? Зачем-зачем? За бабками, естественно. Баба Гуся сказала, на юга хотели рвануть. Ты понимаешь, что мы вязнем все глубже и глубже. Отвертка его отец теперь Архип. Ты послушай меня. Мы все сделали правильно. У нас не было выбора. Тоже знал, что от вас щенка такой отец. Ничего. Разгребемся. Ну-ну-ну-ну. Звонил дежурный из РВД. Нас срочно вызывают. Вовка влип. Твою мать! Его предсмертную записку, где он пишет, что оговорил Тимченко. Труп сержанта Дубинина, сумку золота, пистолет ТТ и... Мурина. Самосваленко и его сожительницу убили. Перед этим заставили написать записку. Если бы не появился Мурин и затем я, все бы выглядело правдоподобно. Как будто это сделал Тимченко. Ты меня убеждал в невиновности Тимченко и в предвзятости Мурина. А что скажешь теперь? Что бы я ни сказал, для Мурина это значение не имеет. А для Тимченко имеет. Его сейчас здесь нет. И пока нет доказательств. Его причастности ко всему этому. Надо разбираться. Нет. Рустем, поезжай домой. Уже не остается ни одного дела, по которому ты можешь работать. Я что, должен был дать тебя убить? Тита, поезжай в РУВД. Я в Главк на экстренное совещание. Завтра еще генерал Романов прилетает. Зачем? Подарки раздавать. Тебе первый. Прошу, поезжай домой. В кармане у Дубинина было. Следак сказал, что ему не нужно. Прикиньте? Ну, я уже ничему не удивляюсь. Левчук. Роман Игоревич. Девяностого года выпуска. Пробить его? А что ты меня спрашиваешь? Меня домой отправили. Ты разбирайся. Фу! Слушай, я просил тебя убивать самосвала. Просил? Зачем ты туда послал своего Володьку? Да я его послал просто поговорить. Кто же знал, что этот самосвал бабу свою прирежет? И сам сдернется. А тут еще этот УСБшник. Это как снежный ком. Дальше больше. Все нафиг. Иду сдаваться. Семья в безопасности, а там будь что будет. А что будет, ты уже знаешь, да? Или тебе мало, что тебя в педофила записали? А теперь еще труп УСБшника повесят. Или думаешь, они поверят, что не ты Дубинина послал? Они вон Авдеева за стрельбу в магазине на пустом месте закрыли. А что уж о тебе говорить? И что мне делать? В лесу ходить? У меня жена в больнице. Девчонки брошены. Спокойно. Будем умными. Вылезем. Надо просто переждать. Время все сглаживает. Спрячем тебя на время. О жене и дочках я позабочусь. Но мне сейчас очень нужна твоя помощь. Нас с Саньком, конечно, вероятнее всего прикроют. Если вас будет под колпак. Как в Володьке на связи. Но нам завтра зарез нужно одного человека с автобуса снять. Я дам тебе пару знакомых ребят. Но там без ксивы не сработать. Понимаешь? Для меня это такой же вопрос жизни, как и для тебя с теми уродами. Я вписался за тебя. Помоги ты мне. Что за человек? Что за ребята, Юра? Я не хочу мутных тем. Они у меня уже вот где сидят. Да все нормально. Левчук Роман. Он работал здесь. В этом автосервисе. Я его рекомендовал. А он взял и украл чужие деньги. А я теперь за это в ответе. Если не найду, мне край. Прошу тебя, приведи его сюда. А ребята сами из него все вытрясут. Это правда? Здоровьем детей клянусь. Да, Рашидыч, привет. Не разбудил? Я подумал, ты должен знать. Беня умер. Внезапная остановка сердца. Твоя мать. Сам или помогли? Наши дежурлили в палате. Походу все чисто. Следствие предложило детишлю сделку. Он признает, что на нервах приказал убить Архипова. А они снимут обвинение с Игорем и разрешат его вывезти и оперировать за кордон. И что он? Ну, а ты как думаешь? Ради сына он на все готов. Ладно, давай. Мне пора. Береги себя. Давай. Ты когда-нибудь спишь? Когда бреюсь. Мне нужен дилер. Тот, что продавал кокс Архипову. Я же говорил, я не могу. Можешь. И скажешь. Или я разорву все наши договоренности. Мне надоели эти игры. Понятия, правила, условия. Я мент. А ты наркодилер. Мой друг сидит в тюрьме за то, что он не делал. И я должен его вытащить. И если для этого понадобится подставить сотню таких, как ты, я это сделаю. Поможешь? Обещаю. Твое имя не всплывет. Завидую твоим друзьям. Пожалеем моих врагов. В Венесуэле, говорят, характер стоит больше, чем деньги. Но меньше, чем мозги. Его зовут Марк. Он работает в клубе «Река». Юра сказал тебе людей дать. Они с тобой поедут. От самого ничего? Нет. Мы с Володей не были друзьями. Скорее, просто коллеги. В одном экипаже работаем. Но они друзья. Почему? Да не почему. Вы знаете, не все игроки одной футбольной команды дружат. Тем более, когда сутками работаешь вместе. Устаешь только от друга. Да, понимаю. Может, он в последнее время ввел себя как-то по-другому. Нервно, например. Нервно? Ну, разве что грозился всех ВУЗБшников перестрелять. Это он из-за Авдеева разозлился. И из-за Тимченко. Хотя этого, конечно, я не ожидал. Что он пойдет потерпевшего убивать. А вы? А что я? Вы тоже на нас злились? Ну, злился. Только я постарше буду. И знаю, что одних перестреляешь, другие придут. Если гестапо нашего брата вопьется, уже не отпустят. А вы, как я понимаю, с Тимченко земляки? А вы откуда родом, товарищ капитан? Из Казани. И что? Вас подозревают в том, что вы каждого казанского бегунка укрываете? Я вас ни в чем не подозреваю. Ну-ну. Лиха беда начала. Пойду еще воды, что ли, наберу? Пойду еще воды, что ли, наберу еще воды. Пойду еще воды, что ли, наберу еще воды. А второй? Пока допрашивают. Но тоже ноль. Оба дуют в одну дуду. У Дубинина сегодня был выходной, они гоняли машину на ремонт. Говорит, что просто работали с Дубининым. Очень переживает за Тимченко. Мероприятия по ним готовы? Угу. Выпускай. Окей, шеф. Ну, кто меня тут ищет? Ну, я. Ты кто? Ему продавал? Ты что-то попутал. Я вообще-то никому ничего не продаю. Да. Или ты будешь отвечать на мои вопросы, или я тебе устрою последний кайф в твоей жизни. Он мой клиент. Постоянный клиент. Что о нем знаешь? Он мент. Еще? Еще у него склад есть на Северском острове. Мы туда ездили. У него деньги закончились, а он захотел догнаться. Ну, и пришлось поехать. Данные просуши. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ВаняTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Не будет. Я уволился Прошу уволить по собственному желанию Он еще передал, что пистолет оставил в сейфе И ключи отдал Спасибо. Свободен Что за чушь? Что он делает, твой Зайнулин? Слово держит Какое? Не подставлять меня Дита, ты где? В адресе. Да по той фотке, что вчера у нашего стрелка нашли Нет. Зайнула тут нет Он меня вчера сюда отправил, сказал, что в конторе будет Нет. Больше я его и не слышал Все. Отбой Так значит, около недели сына не видели? Ну, может быть чуть-чуть меньше Но он и раньше пропадал У него уже давно своя жизнь Я туда не суюсь А чем он занимается? Не знаю. Я не стремлюсь Мы с ним мало общаемся А вы поговорите с его отцом Он тут звонил, спрашивал, не появился ли Роман Говорил, что у него что-то взял без спроса Какую-то важную вещь А скажите, вы с мужем в разводе? Я никогда не была замужем Отец Романа женат и не собирался разводиться Ну, сначала он говорил, что это невозможно по его положению Потом вообще перестал что-то говорить Ну, а я с годами не помолодела А, простите, какое положение занимал отец Романа? Генерал Генерал Ивашов Генерал Ивашов, отец Романа? Как все шло? Да нормально Угу Спасибо Иди отдыхай Мы пока здесь поговорим А с сумкой-то что делать? Да брось где-нибудь там, потом подберем Куда? Ну, здравствуй, Рома Кирилл А ты кого ждал? Ментов? Ментов Которым ты нас сдашь Или папу своего? А? А? Так ведь он тебе уже больше не поможет Дальше Так это вы? Вы его убили? Нет Это ты его убил, рассказав про нас. Я никому ничего не говорил. Лампу паяльную принеси. Надо же выяснить, говоришь, ты правду или врёшь? Да богом клянусь, я никому. Глохни, урод. Ты сам виноват. Не надо было нас пугать, вы бы меня убили. Мы тебя и так убьём. Только отец твой остался бы жив. У него был пистолет пропавшего генерала. Он мой отец. Они его убили. Ты что, ему веришь? Он нам денег немеряно должен его донесёт пургу. Это правда. Они побоялись, что я отцу расскажу, что для них тачки угонят. Да заткни ты его! Ну-ка, отойдите от него быстро! Ты что? Стоять на месте, руки на виду. Ты что, дружище? Ты что, ему веришь? Юрия, давай позвоним! Откуда эти тачки? Ну! Да пошёл ты! Тачки в угоне. А вот этот гад решил нас кинуть, стал налево работать. А как прижали, стал папой угрожать. А папа у него генерал. И что? Ментам нас дашь? А ты забыл, что ты сам в бегах. Да? Да я лучше своё отсижу, чем в таком дерьме, как вы, замажусь. Ну-ка, телефоны сюда, быстро! Димшенко, сзади! Эй, Дэн! Или ты бросишь ствол и вылезешь оттуда, или поджаришься вместе со своими дружками. У тебя меньше минуты. Чего ты клеш не растопырил? Бери огнетушитель, улики спасать надо. Знаете, я, наверное, таким из-за отца и стал. Ну, в смысле, в пику ему. Не мог простить, что он, что он на матери не женился. Ну, Корин меня пять лет назад на угоне прихватил. Я тогда ещё на улице работал. Долго расспрашивал, что да как. Ну, а потом предложил работать вместе. Несмотря на то, что, конечно, приезжал, Денег давал, подарки делал. А во всё это меня гусь втянул. Я познакомился с ним через его девчонку. У него были все бабки, он и предложил тачки дёргать. Набрали несколько бригад. Корин с людьми прикрывал, давал наводки, сопровождал. Ну, а потом привёл Архипа. Только его? А другие опера из его отдела? Карелин, Ласенко, Сверидов? Только он. Ну, Карелина и Сверидова я пару раз видел. Постоянно над ними смеялся. Считал их лохами. Мол, риска никакого. Работа под ментами, если что, отмажут. Говорил, стоит поманить их в родственном оперов, и они сделают то, что другие за деньги не согласятся. Бесплатное пушечное мясо, он их называл. Просто тупо захотелось больше денег. У Гуся клиент подвернулся, мы и решили заработать. Ясно. А убили-то его за что, Архипова? Карта так легла. Цепь дурацких событий. Началось всё с того, что эти два дебила, Отвертка и Гусь, скинули налево тачку, которая шла под заказ. Ну, продали тачку налево. Сказали, что ничего не получилось. Корин всё равно как-то узнал, повесил на нас поллимона зелёных. Иначе сказал, зароет. Ну, я с дурую ляпнул, чтобы, мол, он не борзел, а то отец в курсе. Ну, и когда Корин понял, что Отвертка не врёт. Отвертка — это Левчук. Да-да-да. Когда он понял, кто его отец, у него просто крыша поехала. Стал орать, что Отвертка нас уже всех сдал. И что надо срочно решать с его отцом. Иначе всем конец. Я отцу, конечно, не стал рассказывать. Мы с Гусём решили, что нужно валить. Денег не было. Корин всё отобрал со своими. С тачками тоже связываться опасно. Ну, сдать могли в городе. Гусь предложил ограбить магазин. Кто убил Авашова? Корин, Архипов и Дубинин. У нас форма была для прикрытия угонов гаишны. Но они точно знали, что гаишников он не испугается. Откуда взял пистолет отца? Украл. Ну, когда всё заварилось, я к отцу приходил. Даже реально рассказать хотел. Но побоялся, что прибьёт. Он у меня правильный был. Архип сидел на коксе. Много болтал. А тут после дела с Авашовым эта фигня в клубе. Ну и... Корин испугался, что Архипа закроют, и он заговорит. Бред. Кто его убил? Не знаю, я там не был. Корин говорил, что Дубинин. Хотя, я думаю, он сам там был. Потому что Архип никого другого к себе бы не впустил. Вот я пистолет испёр. На столе в коробочке лежал. Нет, ну кто знал, что этот мент в магазине стрелять начнёт? Я еле ствол успел забрать. Потом на следующий день узнал, что отец пропал. Потом девчонку эту, гуся убили. Короче, завертелось. Ты хоть понимаешь, что ты подставил отца, генерала, честного человека, который защищал людей? Понимаешь? Он меня сам подставил, когда мать мою обрюхатил. Вот теперь мы квиты. Хотели всё по-тихому. Но тут явились парни этого папаши. Мальца, которого Архип в клубе покалечил. Ну и началась бойня. Зайнулин где? В баре за углом. Собирайся, ОМОН приехал. Все нормально. Взяли. Да понял. Работайте со следствием. Имею право. Я гражданский человек. Солидно. Передохнул. Я тут резолюцию на твой рапорт написал. Можешь глянуть. Я в прокуратуру. А ты копирам Архипова в больницу. Дашь им прослушать протокол допроса подельников Архипова. Уяснил? Уяснил? Работай. А тут после дела с Авашовом эта фигня в клубе. Корин испугался, что Архипа закроет и он заговорит. Мразь. Гнида. Я говорил Карелу, а он не верил. Скажешь правду об Авгорове, а делаешься увольнением. Обещаю. Мы просто хотели отомстить за своего. Ну, кто же знал, что он такая мразь? С днем рождения, сынок. С днем рождения, сынок. Признаны виновными по всем статьям и приговариваются к семи, десяти и пяти годам лишения свободы. Осужденные встать. Сегодня в Петербурге закончился суд по нашумевшему делу полицейской банды под руководством Юрия Корина. По Авашову ничего? Где труп, знает только Корин, а он в отказе. А следствие что думает? Следствие больше озабочено тем, откуда на месте стрельбы в ангаре взялся пистолет. А я ничего пояснить не могу. У меня оружия не было. Ну да. Чего Тимченко? Пришел в себя, написал явку. Он-то как раз готов показать, где трупы. Корин, говоришь, молчит. Молчит. И будет молчать. Мы привели Тимченко к этому. Ты же читал показания его жены? Мурин за эту ошибку кровью заплатил. Мы-то живы? Геннадий Денисович, к вам из ГИБДД. Документики сдавайте. Пусть войдет. Ну, если Корин заговорит, так тому и быть. А пока так. Здравия желаю. Майор, майор Сиверцин, спецбатальон. Документики. Угу. Спецбатальон.